МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. 74 годы свободы и миру. Беларусь рыхтуется до святкованья Дня Перамоги. Цвятая дна не миру, керавництва Гомельска Гагарвы Конкама провело урочистый прием ветеранов Великой Айчинной войны. А зараза б гэты меньшим, больш падрабязна. 74 годы свободы и миру. Беларусь рыхтуется до святкованья Дня Перамоги. 9 мая во всех районах Гомеля урочистости распачнуться шестям Беларусь памятая. Пройдут митинги, отбудутся святочные концерты, выставы, акция кветки Великой Перамоги. Традиционно будет организована работа полевой кухни. Головная падея – врачистая шестя ветеранов, представников працовных коллективов, спортсменов и творчай молоди. Яну распочнется 10 годин. Голона пройдет от площади паустанья до площади працы, где отбудется митинг памяти и церемония складания кветок до братской могилы советских войн и подпольщиков. Увогулі долучиться до шмат ліких мероприемствам змогуть у кожным куточку в області. З раніцей до позднего вечера, аж и харам усіх районов, организаторы будуть дариться правдное свято. Тематичные мероприемства нагадают гостям свято об тем, что мир – это бесценный дар и будущее для наших детей. Так у Гомеля-Поборске на театре Мякаленина можно будет попробовать солдатскую кашу, тут же будет демонстроваться фильм на военную тематику. На Рэчицкім проспекте пасля реконструкції адкрыюць квер, на адкрытых пляцовках города пройдуць концерты. Для дятей паусюль будуть ладзіць забавляльныя программы. Завершыцца дзень перамоги святочным салютам. Сотні запаліных лампадок як символ памяти про тих, хто воевав за мир дзеля будучих пакаленнеў. Сёння на аллеї героя у Гомеля собралася молодь, каб прыняцю делу, што гадовой патриотычной акцей Беларускага Республіканскага Саюзамуладзі Гомель памятая. Інформація з месцца падзей ў матрыялі нашага корэспандэнта Паула Мехно. Ужо па традицій на аллеї герояў. Обласным центры напереды дні свята Велікай перамоги можна надзіраць за сотнімі молодых людзей, які прышлі сюды, каб прыняць ўдзел ўшто гадовой акцей Гомель памятая. І таким чынам ўшанаваць память тых, хто не шкадуючы своего жыцця адстояву свободу Радзімы на пылях бітвов Велікой Айчыны Вайны. Очень отрадно, что наша молодежь чтит и помнит нашу историю, великие победы наших дедов и прадедов. И это действительно символично, что именно здесь, на Аллее Героев, подобное мероприятие проходит. Потому как именно здесь мы отдаем дань уважения всем тем, кто ценой собственной жизни своей молодости подарил нам мирное небо над нашей головой. Почас мероприемства для помника Героям Советского Союза выстроилась колонна за маль пау тысячи активистов БРСМ. Подтримали акцию излучайной гамельчане. Усе яны пришли сюда отдать данину Паваги удельникам боротьбы с фашизмом. Акция «Гомель памятая» проводится, починаючи с дня заснования мемораяла в 2014 году. За этот час у ее приняли удел некольки тысяч молодых людей. Ушановали память загинувших хвилинной маучанья. На браканце акции на Аллее сплавочих лампадок выклали символ свята – зорку перемоги. Павел Михно, Василь Асипцов, телерадио «Компания Гомель». Свята яднанне и миру. Керавництво Гомельского гарвы «Канкамо» провело урочистый прием ветеранов Великой Айчинной войны. Мероприемства промерковали до надыходящего дня перемоги. У зале 20 ветеранов и удельников Великой Айчинной. Павеншаваць их пришли керавники города, депутаты городского совета. На переддні свята у адрес ветеранов и удельников войны гучали слова подяки и пожадания здоровья. По словах старшыни Гарвы «Канкамо» Пятра Кереченки, 9 мая – это не просто гисторичная дата. Это символ яднання беларускага народа в памяти многих покаленьев. Зараз у областным центры проживая больше 400 ветеранов и удельников Великой Айчинной войны. День перемоги Янысу строкали у разных умовах и у разных местах. Однако радость была на усіх одна. Воевали мы в то время, в Чехословакии были под Прагой. Вот под Прагой ночью нам объявили, что победа. Ну вот, начали праздновать, а даже сразу не ожидая дня даже. Победа эта была завоевана в этой войне очень дорогой ценой. Поэтому хотелось всегда в этот день, я это сегодня буду делать, сказать спасибо тем ветеранам, которые дали нам возможность спокойно жить, строить страну, чувствовать себя полноценным гражданином своей страны и планировать нашу жизнь, жизнь наших детей на будущее. Музыка объедновывая. В Белорусском Державном Университете Транспорту пройшел Республиканский фестиваль военно-патриотичной песни сярод студентов замежных краин. Мироприемство, присвеченное на доходящему Дню Перамоги, проводят с других год запр. Мета-фестивалю – умоцевание интернациональных совязей, сярод молодей и притягнение уваги замежных студентов до гисторичной спадщины Беларуси. А кроме тематичного концерта, подчас фестивалю во Университете Транспорту разгорнулася выстава декоративно-прикладной творчести студентов и интерактивные пляцовки. Усе жадающие могли почастоваться беларускими стравами, выпить горбаты або познайомиться с национальной кухней инших краин. В Беларуси достаточно много иностранных студентов обучается. И помимо того, чтобы они стали отличными специалистами высококлассными, необходимо, чтобы после окончания своих высших учебных заведений ребята вернулись к себе на родину и продолжали любить Республику Беларусь. У нас есть члены Белой Руси, уже и представители Китая, и Туркмении в наших рядах. Я думаю, что ребята, уезжая на свою родину после такого рода мероприятий, будут помнить о Беларуси, наверное, больше, чем увидев там по телевизору или просто проехав туристами. У Светлогорском районе на передадни обмерковали шляхи повышения эффективности живого годовли. При этом акцент зробили на сучасные технологии выращивания и заховывания травяных кормов. По словах Навукоуца, упромянение таких кормов дозволяя не только на 20% повеличить надои, а и саденничая у смоцнению здоровья живел. С новыми тенденциями у агропромысловом комплексе ознайомился Олег Синсерову. Желто-зеленое майское поле – это не просто прыгожа. Это так званный полосный способ выращивания травяных кормов. При такой технологии их можно убирать уже зараз. Причем средняя уроджайность, случайно, превышает 250 центнеров с гектара. Нельзя сказать, что для Беларуси это совсем уже новая технология. Але минавито у Гомске в области широкого распоседжувания она покольнее тримала. Ее с тутностью тем, что на одном поле одночасово выращиваются разные культуры. У даденном выпадку свирепица и жито. Доброе уроджай – такое исполучение, да и навод на песчаных глебах. Але, что еще больше важно, свежие кормы можно тримать при любом надворе. По вселяким разе засуха им не погражаем. Это посеяно вазимый посев, используется влага, которая была с зимы, и она дает возможность сформировать хороший урожай. Если хотим производить рентабельную продукцию животноводческую, мы не можем забывать про производство высококачественных кормов и страв. Ни для кого не сокрыт основные доходы сега спортприемств от живелогадовли. Минавитот гэты гдены задержать добробытвие сковцев. Больше молока, больше выручка в темнику валютная. Разом с тем, минулый год показал, у некоторых господарках с наявностью кормов были значные проблемы. У темнику по причине их нефиктивного заховывания у дельникам республиканского семинара по нарисованию травяных кормов я еще раз спробують. Доказать, сегодня необходимо больше широко выкористовывать полимерные материалы. В траншиве, конечно, больше аэропатеры, чем строить пленку. Строить пленку – это, по сути дела, кормящего частями взял рулон, скормил и пошел дальше. Иван законсервирован и соблюдает те качества, которые присушили. У Минсегаскар сейчас подяются, что сучасные технологии выросшивания, нарихтовки и заховывания травяных кормов нужны больше широкое распосуджение. Примушать с допомогой администрационных мер, кажут, не будет никого. Але, коли керавник господарки, може лечить гроши и соправды клопотиться об своих работниках, и он преме правильное решение. Заставлять никого не нужно. Сами председатели, хозяйственники должны это понимать и сами внедрять. Приходить, спрашивать, если кому-то что-то непонятно, и внедрять. Сегодня вводу, рацион данного корма животным позволяет получить дополнительно до 20% молока. То есть 1,5-2 литра молока в день прироста. А это наши деньги, наше богатство. Олег Сентюров, Игорь Марыченко, телерадио «Компания Гомель», Светлогорский район. Гомельское отделение Белорусской хандлево-прамысловой палаты при потребности Аблвы-Канкама и Гомельска-Хагарвы-Канкама организует 20-ю международную выставу «Вясна у Гомели». И она пройдет вперед с 23 до 26 мая. Международная выстава «Вясна у Гомели» – самая масштабная региональная выстава краины. В этом году на площади 5,5 тысяч квадратных метров будут представлены узоры продукции 300 предприемствов и организации Гомельской области, а так само коллективные стенды замежных удельников. А прочь от того, в работе юбилейной выставы примуть удел каля 200 рамесников. В первой программе выставы концерты гомельских гуртов и гастрофест в ресторанах областного центра. А легаловная задача – демонстрация потенциалу региона и допомога организациям у пошуку новых деловых партнеров. Самое главное – это те деловые переговоры и контакты, которые мы бы хотели, чтобы состоялись в рамках форума и в рамках выставки, потому что все гости форума приезжают на выставку и участвуют в переговорах. Более 50 мероприятий деловой программы традиционно уже включает сейчас выставка «Весна у Гомели», поэтому мы проводим и презентации, и переговоры. Профилактику травматизму и мероприемствы по его попередженне напереды дня обмерковывали в Доме профсоюзов. За круглым столом собрались представники органов выконавчей улады, Державной инспекции працы, Белдержстраху, прокуратуры, Союза наймальников и профсоюзов. За минулые 4 месяцы статистику надзвычайных ситуаций в Украине пополнили выпадки и на працовных местах. У их вынику потерпело свыше 200 человек. Тему протягнет Евгения Кухаронак. Все лето в Гомельской области отбилось около 40 надзвычайных выпадков с отделом працовных. Звыше 30 человек отримали травму разной ступени тяжкости, 8 загинули. Наибольшей небезпечной в раннейшем была лесозаготовчая голена. Узросла колькость травмированных так само у сельской господарцы, серот транспортников и будовников. Успися причин вытворчего травматизма на первой позиции застався человеческий фактор. Каждый на своем рабочем месте обязан прежде всего соблюдать элементарные требования охраны труда, которые предусмотрены их должностными обязанностями, инструкциями и их соблюдать. К сожалению, анализ несчастных случаев на производстве показывает о том, что преобладающий процент, более 50%, это человеческий фактор. Как нарушение со стороны должностных лиц, нанимателей, так и самих потерпевших. Поэтому, чтобы снизить производственный травматизм, каждый на своем рабочем месте должен помнить о том, что здоровье в его руках. Еще до проведения круглого стола техничные инспекторы подсекавились пропоновами по профилактике травматизма непосредственно на прационных местах у заводчан. Деловая встреча отбылася на Злине. Мы встретились с общественными инспекторами, послушали их мнение от коллектива. Ну и одно вот такое предложение прозвучало. Продумать централизованное приобретение средств вегетной защиты, возможно, сейчас мы будем обсуждать с привлечением средств Белгостраха. А кроме этой пропоновой, обмерковывалось и шмот и других регионов всесиленных кирований на прасовании концепции нулявого травматизма. К примеру, на сегодняшний день у нас рост травматизма с тяжелым исходом в Светлогорском районе. Предлагаю группой заинтересованных лиц, технический инспектор, представитель инспекции труда, местный исполнительный, возможно, на территории представитель прокуратуры пожелает, будет возможность у него принять участие, выехать на определенные предприятия, даже не обязательно на те предприятия, у которых имеет место быть несчастный случай, а выехать и оказать помощь практическую. По выниках круглого стола был подписан документ, у яким отзначены суместные мероприемства зацікавленных организаций и объединений по профилактице травматизма. Некоторые вопросы были взяты на улик для дальнейшего, большепильного взгляда. Евгения Кухаронак, Василия Сипсоу, телерадио «Компания Гомель». В шляхе развития агроэкотуризма у Гомельской области за круглым столом обмерковали представники улады, громадскости и бизнесу. Пляцовкой для разговора стал фестиваль экотуризма, этнокультуры и активного семейного подпочинка «Ранча Агротурфест». У Гомельскім регионе налічывается 156 агросядзіб. Сёння туристы тут спыняюцца не на некалькі дзён, як гэта было два гады тому, а на больш долгий термін. Павеличывся і узровень доходаў, а доказываемых паслух. Зараз працаваць необходна ў накерунку активізацій прасовання агросядзіб на трустычным рынку. Бо супыняцца на досягнутых выніках нельга. У гэтай сферы дзейнасці развівацца необходна пастоянна. Цель всего, што мы делаем, и в том числе цель этого круглого стола – это самозанятость населения, это сохранение на сегодняшний день того потенциала, который есть в сельских населённых пунктах, в малых деревнях. И, конечно, сегодня мы понимаем, что одна агроусадьба может дать занятость большому количеству людей, проживающих вокруг них. Кто-то будет помогать по хозяйству, кто-то будет катать на лошадях, кто-то будет продавать мёд туристам, кто-то будет организовывать рыбалку. Понятно, что один владелец агроусадьбы не в состоянии всё это сделать. Поэтому это такая цепочка, можно сказать, такой небольшой локомотив, который позволяет людям сегодня зарабатывать, не уезжая из своих населённых пунктов. Специалисты утверждают, что в нашей стране створены идеальные условия для развития агроэкотуризма. Спрощена по максимуму регистрация, имеются преференции. Однако, разом с тем, одного желания в этом бизнесе мало. Нужно использовать все необходимые ресурсы на пользу своей справы. Так, до приклада, за круглым столом, великую увагу надалее обмиркование в опыту работы с проектной деятельностью на соискание грантов. Без выплатные сродки могут допомогти в развитии базы агросядеб да и в уголе сельских населённых пунктов. Гомель рыхтуется сустреть 13-й чемпионат Европы сярут школьников по гульни «Что, где, коли». Спаборництвы по интеллектуальных гульнях стартуют 10 мая. На протягу трёх дён команды с Беларуси, России, Украины, Литвы и Латвии будут змагаться за медали интеллектуального першинства. У Гомеля на международном спаборництве сберутся команды-прызёры национальных чемпионатов по «Что, где, коли» которые вошли в тройку переможцев в своих краинах. Старейшую подгруппу представляют школьники 10-х и 11-х классов. Молодшая подгруппа – это юные интеллектуалы-новученцы 7-х, 8-х и 9-х классов. Первый экспериментальный кубок Европы по интеллектуальной гульни, что «Декалей» сирот школьников Гомель принял в 2004 году. В первые годы проведения интеллектуального першинства собиралось полтора десятка команд из Беларуси, России и Украины. В этом году 13-й чемпионат Европы сирот школьников «По, что, где, коли» собрал 40 команд, которые представляют тем, что 20 городов. Белорусская национальная сборная – это 10 команд, переможцы национальных турниров и турниров партнёров. Это гомельская команда, гомельская команда «Тигры в линейку», которая тренируется у нас в «Дарце творчества детей и молодёжи». Замечательная команда, обладатель большого-пребольшого кубка Беларуси в этом году. Она выиграла всё, что только могла. Она единственная была призёром во всех трёх основных играх на чемпионате. То есть очень сильная команда, очень хорошая команда. Дальше минчане идут, очень сильные минчане. Ребята из Витебска, Солигорск, Логойск, Мозырь, наш родной, соседский и так далее. Гродно – очень хороший разброс, очень хороший состав представительства. То есть не только в Минске, это очень радует. У нас созревают чемпионы по уму. Ретроспективу творчести брата Уткачёвых представили у Палаца Румянцевых и Паскевича. У экспозиции больше, как 30 работ, написанных майстрами соцреалинцев. Начинают с 1950-х годов и до 10-х – 21-го ста годзе. Только несколько картин належат авторству Алексея Ткачёва. Над всеми остальными браты работали разом. Под обязанностью в сюжете Евгении Кухаронак. Браты Ткачёвы народилися на Бранщине Сергею у 1922-м, Алексею – 25-м. Высшайшую адукацию обо два отрымали у Московским Державным Мастацким Институции Мясурыкова. Великое Айчыное развела братов по разных краях родима. Однако после лёс связал их уже надолго. В 50-х годах минулого ста годзе нарожается их творчий союз. Алексей пишет эскиз, який Сергей размалёвывает. Позднее, отповедно гэтага накида, на свет з'является их первая суместная работа у колодзежа. Далее яны протягивают працавать разом. На картинах, які брати Ткачёвы пишут у 4 роки, яны ставят двойный аутограф. Однако подписываются не по взрослі, а в алфавитном парадку. Сергей хоть и старше с братов, однак значится другим. Сергею Петровичу зараз 96, Алексею – 93. Однако, не глядячи на шановный взросл, яны и сёння пишут картину в своих московских студиях, яки размещены одна на супрось другой. Тяжко уявить себе на кольки брати Ткачёвы улюбённую свою справу. Уродженцы 1920-х годов пишут свежа и в 21-м стагодзе. При том, что тематика, навод их первых работ, не страшивает актуальности раз в 10-ти годзе. Это тот соцреализм, который не устареет никогда. То есть это народное, это пейзаж, это деревня, это свадьба, это похороны. Это всё, что касается людей, и написано с живых людей, с живой натуры. То есть это, по сути, запечатленные родители-старики портрет, это уходящая жизнь. Это так читается вообще всё, и психологически, и живописно. Оно просто сделано на высочайшем профессиональном уровне. Поэтому, конечно, мы можем поздравить только Гомель, что мы имеем возможность видеть эту выставку. Выстава предоставил Брандский областный Масадский музейно-выставочный центр. У его фондах находятся свыше тысячи работ брата у Ткачовых. Большую часть из них Сергей и Алексей передали удар центру. Традиционно свои юбилейные даты они приезжают на Малую Радиму и заусюди с подарунками. Это не просто художники, это очень яркие творческие личности и яркие представители реалистической школы живописи русской, реалистической школы живописи конца второй половины 20 века. Это люди эпоха, это люди атмосфера, потому что, разговаривая с ними, ты погружаешься, ты просто переносишься, как на машине времени в 20 век. И тебе раскрываются очень интересные моменты, о которых ты не сможешь прочитать. Картины брата у Ткачовых выставлены в 100 музеях света. Феноменом их творчества специалисты личат сумленность. По их картинам вывучали побыт вязковцев и протягивают это рабить и сенья. Зараз Сергея и Алексея Ткачовых открыто называются русскими импрессионистами. Евгений Кухаронок, Евгений Макенко, телерадио «Компания Гомель». На планету динозавров запрашают Гомельский палацево-парковый ансамбль. Головной особенностью этой невеликой экспозиции в том, что она контактно-гульнявая. Наведовальники о различной первой части детей знакомятся с дагисторичными рептилиями прозгульни. На выставе можно собрать незвычайно великие пазлы, покататься на велизарной дагисторичной черапасе, посядеть на трыцаратапсе, покормить дитяня тренозаура и кальцевать дыплодока. Это и так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvarmil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.